Дыши, дыши, тушься, еще раз, тушься, тушься, дыши. Умница, ты все правильно делаешь. Все получится, обещаю. Не останавливайся. Итак, мамочка, вот и твоя доченька. Какой трогательный момент. А, а, что это? Дыши, не дыши, тушься, не тушься. Нравится, когда на тебя кричат. Хорошо, хорошо, я все понял. Осознал, исправлюсь. Ну что, мама готова? Я давно готова, держи. А вот и она. Ты еще заплачь, сюда давай. Какой прекрасный денек. О, моя любимая пациентка, как у вас дела? Доктор, я вас не забуду, вы чудо. А вот и наш маленький ангелочек. А и снова вы? Да, доктор, я тоже вас не забуду, эти крики мне по ночам снятся. Как у вас все безопасно? Надо же, какие разные бывают мамочки. Моя милая крошка растет не по дням, а по часам. Что? Когда это произошло? Люси, милая, пора здесь навести порядок. Вставай, нас ждет уборка. Но, мам, я никогда не убирала. Не беспокойся. Оп, тебе нужно всего лишь повторять за мной. Вау, как это? Это еще что? Смотри, теперь я готова к уборке. Попробуй сама. Ладно, значит просто повторять за тобой, да? Верно. Оп, кажется, что-то пошло не так. Теперь у меня лапки. Это легко исправить. Теперь все в порядке. Остался последний штрих. Мама, ты волшебница. С чего начнем? Фокус-покус. Весь мусор, пыль и разбросанные вещи исчезают на глазах. Я справлюсь с любым беспорядком. Неужели и я так смогу? Фокус-покус. Упс, а выглядело так просто? Не переживай, попробуй еще раз. Это легко. Видишь? Получилось. А что делать со сколками? Подмести? Им потребуется другое волшебство. Неужели ее еще можно спасти? Ну что, снова фокус-покус? Почти. На этот случай есть волшебный суперклей. А, я-то думала. Давай, я подержу. Это волшебство займет чуть больше времени. У плохой мамы совсем другие принципы воспитания. Сказывается любовь ко всему экстремальному. Получается превосходно. Терпи, в твоем возрасте у меня было уже три татуировки. Все, я закончила. Красиво. Мама, что ты делаешь? А я говорила не расслабляться. Ну что, так и будешь сидеть? Отлично, я как раз хотела испробовать мой новый водяной пистолет. Ах так, получай. Ни Элис, ни ее мама не собирается уступать. Бой разразился нешуточный. Лишь бы квартира уцелела. Хотя растениям вода идет на пользу. Уф, я совершенно выбилась из сил. Мама, а что мы будем делать с этим беспорядком? Пустяки, не переживай. Держи швабру. Но, мам, я не умею, ты меня не учила. Правда? Ладно, есть идея получше. Вот тебе новые модные тапочки. Примерь их. Вау, спасибо, мам. Поиграй пока в приставку, и это тоже тебе. Развлекайся, воробушек. А я пока отдохну и полистаю инстаграм. Очки виртуальной реальности – отличная вещь. Сражаясь в игре, Элис сама не заметила, как победила всю пыль и до блеска натерла полы в квартире. Что за грохот? Впрочем, она уже взрослая. Сама разберется. Наконец-то мой первый выпавший зуб. Зубной фее должно понравиться. Жду, не дождусь утра. Интересно, какой подарочек я найду под подушкой? Все, спокойной ночи. Элис. Ой, как мило, у моей дочки выпал первый молочный зуб. Так, посмотрим. Да, не густо. В кошельке одна мелочь. Что же делать? Ага, придумала. До сих пор болит. Зато я наконец-то получу подарок от зубной феи. Уверена, он будет классный. Хорошая мама Джулия, в отличие от Эллен, подготовилась заранее. У нее даже крылышки припасены. Я так давно ждала этого события. Первый выпавший зубик. Он идеален, как моя дочурка. А вот и подарок от феи. Моя крошка так быстро растет. Ах. Так и знала, что Джулия постарается. Прекрасно. А это тебе, воробушек. Спокойной ночи. Тихо-тихо, это фея. Для моей девочки все, что угодно. Ммм, солнышко встало. О, что там с моим зубом? Ура, зубная фея принесла мне монетку. Так это правда. Что такое, воробушек? Смотри, ко мне ночью приходила зубная фея. Она существует. Кориес тоже, так что вот. Не забывай хорошо чистить зубы. Люблю тебя. Ммм, зубная фея, это прекрасно. Эх, что-то покупателей совсем нет. Оу, добро пожаловать. Привет. Сегодня акция на содовую. Спасибо, молодой человек. Пойдем, Люси. В магазине столько всего яркого и интересного. Все хочется попробовать хотя бы разочек. Мам, мам, мам. А можно мне жевательную резинку? Ну, пожалуйста. Конечно, милая. Ой, она такая милая. Так, что он говорил про содовую? Мам? А можно еще эти печеньки в шоколаде? Можно, но на этом все. Как бы не так. Кто выходил из магазина сладостей с пустыми руками? Где Люси? Мама, а как насчет чипсов, батончиков и маршмеллоу? Милая, нельзя есть столько снеков. Но почему? Ну, пожалуйста. Что это? Строгая мама не покупает ребенку вкусняшки? У меня аж слезы навернулись. Милая, не плачь. Бери все, что хочешь. Оф, сколько с меня. Мам, а можно мне еще леденец на палочке? Может, не надо? Ладно, так уж и быть. Еще и леденец. Да я бы сам доплатил, чтобы она не плакала. Чудесно, надо еще прийти. Обожаю шопинг. Смотри, воробушек, тут полно классных вещей. Как тебе такое платье или вот это? Мам, мам, мне же нужна школьная форма. А тут одни наряды. Ну вот, вечно с ней так. Ой, какая классная шляпка. А мне идет. Отличная находка. Завершает мой образ. Ну что, в примерочную? Я ее первая увидела. Та-дам! Здорово, тебе идут блестки. Погоди, ты еще второе не видела. Ну что? Ой, кажется, я сливаюсь со шторами. Да, выглядит так себе. По-моему, это самая красивая. Элис, мы же не так долго ходим. Вставай, воробушек, пойдем домой. Что? Мам, ты мне так ничего и не купила. Я тоже хочу новое платье или шляпку. Ладно, держи. Мне для тебя ничего не жалко. Мам, дашь мне денег на кино? Не так быстро, пора тебе учиться зарабатывать деньги. Что? Сколько заданий? Полить цветы, сделать уроки, вытереть пыль. Никакого веселья. Зато за каждое ты получишь пять долларов. Что ж, по рукам. Пейте цветочки. Моя маленькая помощница. А теперь домашнее задание. Можешь проверить, я все сделала и даже решила пример со звездочкой. Ну что, я заработала свои деньги. Умница, но думая, ты кое-что забыла. А вот и нет. Но я же могла надеяться, что она забудет. Впрочем, когда мне платят, то можно постараться. Я не намекаю, но на моей копилке тоже пыль. Все дела переделала. Держи, милая, ты их заработала. Спасибо, мам. Пожалуй, я не стану их тратить, а буду копить. Ты же моя колючечка. Мам, моя копилка совершенно опустела. Где взять деньги? Дай подумать. Пойдем. У меня есть отличный план на черный день. Не спи, замерзнешь. Грабь богатых, отдавай бедным. То есть нам, бежим. Звучит правильно. Теперь моя копилка не будет пустовать. Что ты делаешь? Не так, надо больше. Держи. Основы финансовой грамотности. Копилка должна быть полной. Клади туда все, что влезет. Что-то меня беспокоит совесть. Ура, наконец-то она полная. Мы же законопослушные граждане, правильно? Так что я все верну. Почти все. Большое спасибо, Трум-Трум-Банк. Проходите к столу. Что будете заказывать? Привет-привет. Давно не виделись. А можно мне фирменное Оке-мороженое? Конечно, милое. Спасибо, мам. Оно такое аппетитное. Здесь столько разных вкусностей. Можно мне это? Ну и цены. Здесь что, все посыпано золотой крошкой? Главное, что детям здесь нравится. Да-да, все ради детей. Ваш заказ одно фирменное мороженое. Можно забрать меню? Ой, а где другой заказ? Видимо, у меня уже в глазах двоится. Держи, милая. Приятного аппетита. Вкусняшка. А вот и твоя порция. Мам, ты супер. Откуда оно взялось? Ммм, аромат ванили. Апчхит. Не беспокойся, милая. У мамы есть запасная. Ого, у мамы Люси всегда все под контролем. Похоже, футболка помялась в сумке. Но у меня все предусмотрено. Вот это да. Она умудрилась даже погладить футболку Люси в кафе. Когда она успела? Ой, мороженое растаяло. Мам, что нам делать? Ха, не беспокойся, я тоже ношу с собой все необходимое. Не надо. Чик-чик-чик и никаких пятен. Элис, держи мою футболку, она хотя бы целая. Можно нам салфеток? Что думаете, лучше с пятном или с дырками? Напишите в комментариях. Ну а меня ждет мороженое. Пока.